Глядя на профессионалов конькобежного спорта, неистово заряжаешься не только хорошей энергетикой, но и желанием научиться так же хорошо, как и они, кататься на коньках. Особенно сейчас, в период Олимпийских игр, этот вид спорта обретает все большую популярность и даже становится массовым. Дети и взрослые, снарядившись необходимыми атрибутами зимнего спорта, торопятся покорять лед, хоть пока только и его малые вершины. Каждый день каток на стадионе «Металлурка» открыт для всех желающих. Сверкающий лед и голубое небо над головой, веселая музыка. В такой атмосфере делать и первые шаги в постижении фигурного катания и оттачивать уже имеющиеся навыки особенно приятно. Одна из любимых зимних забав маленьких и взрослых – это катание на коньках. А еще это отличное занятие для укрепления здоровья. Конечно, дает и здоровье, и силу, радость сердца. И мозг проветривается. Да. В городе Видное есть и другие катки, но именно этот привлекает многих жителей. Лед хороший, освещение тоже хорошее. Ну, главное, на свежем воздухе. Ну, здесь все желающие бесплатно. И воздух. И на свежем воздухе. Фигуристы-любители танцуют на льду, играют в салочки, романтично катаются за ручку. В общем, отдыхают и развлекаются. Семья Шелудько тоже приходит на каток зарядиться положительными эмоциями. Папа Максим отличается хорошими навыками катания. А мама Катерина и сын Ярослав еще только учатся, но делают это с удовольствием. Нравится. В первую очередь лед нормальный абсолютно. Ну, можно покататься так. И в целом спокойствие. Ну, отдых после работы. Вообще нормально. Вот на морозе и зарумянили щечки. Пора согреться горячим чаем, который совсем несложно захватить с собой на каток в термосе. Ну, а как отдохнули, пора снова покорять вершины. Например, тренироваться играть в хоккей. Ну, мы здесь катаемся на свежем воздухе. Играем в хоккей. Так, учимся. Ну, вообще хорошо катаюсь. Условно учился там резко тормозить, там перевороты. Проведите время с пользой. Сходите на каток. Это отличная идея для зимнего времяпрепровождения. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.